Люди, у которых есть амбициозные планы, стать президентами в 2012 году. Может быть, этот срок будет другой, но, по крайней мере, у них есть цели, у них есть планы, у них есть команды, которые движутся в этом направлении. И я хочу на эту сцену пригласить уже любимую мною и всеми, наверное, нашими оргкомитетом пару очень обаятельных людей, очень энергичных, харизматичных. Это Надежда Бахматка и Андрей Кочета. Встречайте! С новыми, новыми аплодисментами! Давайте спорим! Давайте! Малко и мальчик! Вперед! Вперед! Вместе с вами! Аплодисменты! 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 Аплодисменты номер 2 на суббире! Здравствуйте! Добрый день! Рады вас видеть сегодня всех в превосходном настроении! Рады видеть после вчерашнего вечернего застолья таких всех улыбающих, всех веселых, активных! Невероятно волнительно находиться здесь вместе с вами! Я знаю, что здесь собрались самые амбициозные, уверенные в завтрашнем дне, победители по жизни, хозяева своей судьбы, лидеры с большой буквы, лидеры компании «Арифлейд». Аплодисменты! Аплодисменты! Здесь собрались те лидеры, которые выбрали себя для лучшей жизни, где собрались именно те, которые взяли штурвал своего корабля в свои руки, поставили четкую намеченную цель. И несмотря на то, что именно сейчас есть сложное время, то, что сейчас дует ветер в лицо, несмотря на это, вы действуете, вы выбрали себя для лучшей жизни. Эт аплодисменты еще раз вам! Аплодисменты! Я всегда иду по зову сердца. Так я и пришла в «Арифлейд», если говорить коротко. И когда Наташа позвонила в первый раз, я уже об этом говорила, но я хочу это повторить, потому что это действительно очень важно. Я знаю, что дальше эти отношения сложатся самым наилучшим образом. И мы вчера с Натальей проговорили о том, какая у нас общая цель. И я хочу это озвучить для вашей команды, да, и еще раз утвердить это через это мероприятие. Я знаю, что пройдет время, и вы будете гордиться нами, вы будете гордиться своими спонсорами, вы будете гордиться собой, потому что вы будете принадлежать команде президентов компании «Арифлейд» в Украине, а далее и во всем мире. АПЛОДИСМЕНТЫ И это все благодаря тому, что у вас такие замечательные спонсоры. Посмотрели мы за это все время прибытия здесь, о том, что они действительно молодцы, они действительно труженики, да, и я вам советую, рекомендую посмотреть на них и на их действия, и стублицировать, сделать то же самое, что и делают они. И это тогда невероятным образом отразится на ваших результатах в бизнесе, и не только в бизнесе, а и в вашей личной семье. С чего начался наш успех? На самом-то деле я пришла первая в компанию «Арифлейд», и это был далекий 99-й год, мне было 18 лет, я была студенткой, я училась на стационаре, и мне нужна была косметика «Арифлейд». Ну и, как вы уже поняли, да, компания «Арифлейд» на тот момент, 99-й год, уже два года как работала методом прямых продаж, и купить «Арифлейд» можно было только со склада «Арифлейд», как тогда мне это презентовали, да, и, конечно, я захотела зарегистрироваться для себя, потреблять. Очень долго я потребляла, тусовалась на встречах «Арифлейма», обучалась, мне было это все интересно, но целей серьезных по бизнесу я не оставила, и поэтому очень долго я не была успешной. Первое, конечно же, правило, для того, чтобы стать успешной, нужно решить стать успешной. Нужно поставить такую цель, да, и рассердиться. Таким толчком для меня стала встреча с моим мужем, да, когда мы решили основать семью, и первый вопрос, который встал перед нами, а как мы дальше хотим жить? Как мы видим нашу семью, какой будет наша жизнь, и что нам для этого нужно делать? Мы посмотрели на себя, на двоих, мы сели за круглый стол переговоров, и посмотрели реально, что мы имеем, да. На тот момент мы жили с родителями, и молодая пара, и как бы все знают, что ребятам 20-22 года особо ничего не имеют те, которые выходцы из обычных семей. У кого сегодня, возможно, есть подобная ситуация? Молодые семьи, которые сегодня желают, мечтают улучшить качественно свою жизнь, и при этом видят возможности в компании «Арифлейм». Есть такие? Супер, класс. Тогда наша история, начало нашего успеха очень поможет вам. Мы сели за круглый стол переговоров и посмотрели о том, что чего мы хотим. Мы хотим отдельно жить, мы хотим свою квартиру, мы хотим свой собственный автомобиль, мы хотим в выходные отдыхать на своей даче, мы хотим семью, мы хотим детей. И все это, получить работы на обычной стандартной работе, и опыт мы уже до этого имели. И мы пришли к тому, что на работе мы это не получим. И тогда мы начали искать возможности, где мы можем реально осуществить свои мечты и в ближайшие 2-3-4 года получить все это. Когда «Арифлейм» компания начала меняться, да, и когда Андрей присоединился к моему бизнесу «Арифлейм», это был 2007 год. И понятно, что не было еще знаний достаточных у него, да, у меня не было еще результатов, чтобы достаточно его убедить. И мы стали реально спонсировать друг друга, потому что наши цели, наши мечты, они двигали нами, как мы уже поняли, да. И, конечно же, то видение, что «Арифлейм» может дать нам, как результат от этого сотрудничества, очень вдохновлял нас. Потому что я до «Арифлейм» была в семейном бизнесе занята, да, я училась, я была очень занятым человеком, да, и такая же история у Андрея. Андрей, скажи о себе немножко. Ну, я буду тебя догадать, что я с вами. А, да, 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 да. С чего же начался на самом-то деле успех? В 2008 году мой муж сказал, так работать, как ты работала все это время, нельзя, потому что так будет результат, ну, может быть, директор там еще через 5 или 7 лет, да. Я буду директором через 5-7 лет. Поэтому давай мы с тобой сядем и серьезно поговорим о том, что нам для этого нужно. И все началось, конечно же, с нашей команды. Мы в 2008 году собрали команду. У нас было четверо, я, мой муж и еще два моих партнера, которые на тот момент были рядом, но еще не были успешными. И мы решили, что у нас будет команда, и мы с этой командой начнем делать правильные действия, да. На тот момент уже система ПРО, она уже вступала в силу, да. И, конечно же, для меня, для человека ищущего, система была чем-то, что мне нужно было очень сильно. Я сегодня дальше буду об этом говорить. В 2008 год, можно так сказать, начался старт. В 2009 год очень была сильная проделана работа. Я помню, как сейчас я была в положении все 9 месяцев, я усиленно работала ежедневно. Каждый день мы проводили 3, да, 3-5 презентаций. Это были выездные презентации в городе. За это время мы открыли 5 представителей в Киеве, 10 филиалов по Киевскому региону. И поверьте, что действительно настолько было сильное желание развиваться, чтобы стать не просто лидером, да, а лидером мирового масштаба. Я сегодня горжусь тем, что мы являемся участниками президентской команды в Украине. Для нас это огромная честь. И я вам от всей души желаю каждому из вас, кто сегодня верит в себя, верит в свою мечту, несмотря ни на что, быть среди лучших, быть среди победителей. А значит быть в президентской команде, которая сегодня набирает обороты и скоро по всему миру, да, будут очень яркие результаты именно украинских лидеров. Наш успех с Рифлейм с Андреем совместно начался, когда мы серьезно решили, что мы хотим стать президентами Рифлейм. Наташа уже озвучила, да, что действительно в 2010 году, когда мы открыли 4 звания, это было звание золотой директор, старший золотой, сапфировый, бриллиантовый. Мы настолько ворвались, да, в мир Рифлейм. Мы работаем на разные номера, и в этот же период я открыл звание золотого директора. И у нас появился такой лозунг, да, вперед к мечте, к той задуманной нашей мечте, которая сегодня улучшит значительное качество нашей жизни. И что дальше, да, на самом-то деле есть приключения к успеху, о которых вы узнаете сегодня. Как мы будем дальше работать? Первая часть до обеда, да, будет Андрей говорить больше про кризис, вы знаете уже, и про то, какие пути выхода из кризиса реально на сегодняшний день. Но прежде чем мы откроем вам всю тему, да, я хочу сделать этот донос для вас, чтобы вы были готовы к тому, что будет здесь происходить. Есть три ключа к успеху. И каждый из вас, в принципе, если сейчас задать простой вопрос в виде тренинга, вы ответите на эти вопросы, да. Что же нужно делать для того, чтобы быть успешным в компании Рифлейм? Нужно всего лишь использовать три ключа к успеху. Коротко мы будем говорить об этом, да, но более раскрывать будем своих тем. Первое, первый ключ к успеху, это, конечно же, мотивация. Это видение, это ваша мечта, это ваша цель, это ваше желание, это ваше видение лучшей жизни. Все, что связано с этим, с вашими намерениями достичь успеха в жизни. Понятно, да? И мы, как пример, решили для вас открыть, что же значит для нас мотивация. Интересно это дело для вас? Хотите знать, что мотивирует нас? Мы об этом будем дальше говорить. Следующий ключ, его озвучит Андрей в своей теме, и следующий ключ я скучу я в своей теме после обеда. Итак, давайте перейдем к нашей теме, да, по поводу мотивации. Первый ключ к успеху. У вас должна быть ваша мотивация. Не спонсора, не из книги прочитанной, не как бы было хорошо, если бы это было бы, а ваша настоящая истинная мотивация. Которая для нас, в принципе, состоит из этих шагов. Первый ключ к мотивации, это нужно обладать видением. Видением, что вас ждет впереди. Видением то, что вы хотите увидеть, ощутить и получить от бизнеса Арифлейн. Это ваша цель. Видение, как вы это будете делать. Это очень важно. Видеть себя впереди, видеть свою жизнь впереди. Как шахматист, обладатель, он знает наперед около 20 шагов своих, и также своего оппонента, что он может сделать. Поэтому вам нужно этим видением обладать. 10 шагов наперед, что вы будете делать, что в результате получите. Видение станет тем магнитом, который будет притягивать события, обстоятельства и людей, необходимых вам для реализации ваших задуманных проектов. Если говорить об Арифлейн, то основная движущая сила, это, конечно же, вы уже поняли, кто? Это команда, команда из людей, которые настроены на успех, которые действуют. И видение поможет вам приблизить то, что вы хотите. Вы об этом читали, вы об этом слышали, но очень важно, ребята, еще раз. Я просто так же, как и вы, очень долго сидела и обучалась, я ходила на все мероприятия, я слышала одни и те же секреты успеха. И казалось, на какое-то новое я приду мероприятие, что-то такое я узнаю, невероятное. И я наконец-то взлечу к своей мечте. Но все намного проще, чем кажется. Нужно не знать это, а теперь прийти и это сделать. И поэтому следующий шаг – это ваш фокус. Это то, на что вы будете ежедневно фокусированы. А это значит гармония по всем девяти зонам жизни. Я сейчас объясню, что это значит. Вы все знаете колесо жизни, правда? Знаете, давайте я озвучу, что было 100%. Значит, смотрите, есть колесо вашей гармоничной жизни. Что мы делаем с командой? Мы всегда собираемся на наши встречи, когда приходит тема постановки цели-планы. И мы каждый раз всех новичков обучаем тому, чтобы научиться самому диагностировать свою сегодняшнюю ситуацию в жизни. Рисуется колесо, да? И оно делится на 9 равных половин. Поняли как, да? Дольки. Секторов, да. Итак, первый сектор, по которому нужно будет сегодня вам сделать. Давайте прямо сейчас даже, да? Поставить оценочку от нуля. Это будет центр вашего круга. Окружности, да? Это будет десятка. Оценку в отношении я-самореализация. Насколько я сегодня реализована, как и чувствую. От нуля до десяти. На секторе, отметочку. Следующая зона, которую нужно анализировать, да? Это зона я и... Здоровье. Нет. Сейчас. Я карьера. Я деньги, ребята. Я деньги, вот. Как в свитках мертвого моря, да? Власти мужчин от собой откроют все последующие блага. Василенку Ира, знаете все, да? Слушайте ее, наверное, и она об этом говорит все время. Деньги, я и деньги, мои взаимоотношения с деньгами. Насколько сегодня мое финансовое положение соответствует тому, что я ожидаю, что я хочу от нуля до десяти. Следующая. Я карьера. Не вообще карьера в моей жизни, она есть. Так хорошо, как в бане или флейм, там лестница успеха, все так гармонично, мне так все нравится. Но я не расту, да? По лестнице успеха. Я карьера. Следующий сектор. Я семья. Следующий. Я здоровье. Я отдых. Успеваете? Я материальное потребление. Это все, что связано с приобретениями. Машины, дома, квартиры, пылесосы, холодильники. Понятно, да? Все материальное. Шубы. Да. Это туда. Это только одна зона, которая отвечает за это. Это зона материального потребления. Далее, я взаимоотношения с другими успешными людьми. Это окружение. Насколько сегодня мое окружение успешно? Не как бы я хотела, а как есть на самом деле. С кем я хочу познакомиться? Да. В этом секторе. Танцуем, пляшем, поем, рисуем. Это относим сюда. Идея вам понятна? Вы поставили отметочки, потом соединили и посмотрели, какая у вас прекрасная фигура получилась. Заштриховали ее цветом, да, каким-то ярким, чтобы вы видели, что сегодня пока, к сожалению, это не похоже на колесо гармоничной жизни. Так, потому что на самом-то деле нужно спрямиться всегда к совершенству. А это значит, что у нас должно быть колесо гармоничное, ровное, да, чтобы катиться по жизни с радостью, свобода легко. Понятно, правильно, что нужно сделать. Нужно точечки между собой соединить линиями. И должно выйти колесо. У кого-то бабочка вышла. Есть, вот, видите, пример есть. Да, посмотрите, налево, вот у девочки пример. Когда вы соединить их, да? Зачем это делать? Для того, чтобы вы могли всегда трезво посмотреть на сегодняшнюю ситуацию в вашей жизни. Потому что хорошо, когда спонсор мотивирует, правда? Хорошо, когда компания нам приглашает таких супер-лидеров мирового масштаба, да, за все это время, сколько у нас их было. Смелия Молли, Рэнди Гейдж, был вот недавно у нас, да? Как он? Джей Джей. Джей Джей Кларк, да? Понимаете, о чем я. Постоянно компания нас тренирует. Это очень классно, да? Но очень важно, наконец-таки, жить в той мечте, которую вы задумали. А начинается все с простого. Начинается с осознания. Чтобы осознать, нужно сначала самому себе сказать, вот какая-то ситуация сегодня. Принять эту ситуацию, да, есть великий закон влияния. И просто принять решение повлиять качественно на эту ситуацию. Очень важно с семьей своей обсудить, сдублицировать, да, нас. Сесть за круглый стол со своей сестрой, матерью, можем. И обсудить, чтобы они знали, каким вы целям идете, каким они цели идут. И по этому кругу посмотреть, с чего вам не хватает. И там, где больше всего не хватает, сделать больше всего напор. Соответственно, этим поставить по каждому сектору цель свою, прописать по ней план и четко дальше двигаться. И это тренинг нужно делать каждые полгода. Посмотреть, наблюдать, как ваша жизнь усовершенствуется. Что с вами произойдет? Я вам скажу. Включится невероятная сумасшедшая энергия изнутри вас. А вам это и нужно, ребят. Чтобы вас не накачивали, понимаете? Еще раз. Спонсер, компания Reflame, да? Сдулся шарик, опять качаем, да? Чтобы вы сами научились влиять на свою жизнь. Чтобы вы сами стали настоять по-настоящему хозяевами. Вот какая задача этого. Тогда у вас будет самомотивация. Вы об этом слышали, наверное, да? Смирен Молином говорил, что есть мотивация, да? А есть самомотивация. Так вот, очень важно, чтобы вы понимали. Для вас, как для лидеров масштаба мира, влиять на самих себя. Подчинять свою волю тому, что вы решили. И мотивация – это уже действие. Действие в направлении того, что вы решили и задумали. Как результат. Качественное улучшение вашей жизни. Гармония во всех девяти зонах. Потому что, когда вы просыпаетесь утром, вы себе говорите, что я хозяин своей жизни. Это мой бизнес Reflame. Это я иду по этому путю к своей жизни. Это я достигну. Я отвечаю. Я несу ответственность вокруг тех людей, которые вокруг меня. И я несу ответственность за тот результат, который приведет. Ни правительство, ни ситуация во дворе, ни дождь, ни виноват. Только вы. Только вы ответственны за то, что с вами происходит. Поэтому вы должны быть мотивированы. Я сделаю. Я достигну. Я могу. Я действую. Я мотивирую. У нас есть такой лозунг. Ты не говори как. Ты покажи. Потому что единственный способ влияния, эффективный на свою команду, на своих людей, это личный пример. Можно очень много рассказывать, как хорошо у кого-то, как там Томила номер один в мире, как вот Леша Севрук, вот он такой, да, классный. И всегда человек будет искать причины, почему у этого получилось. Но очень важно найти причины, почему получится у меня. Мой успех начался с того, когда я однажды пришла, я не помню, что это было. Это не была какая-то грандиозная, мотивационная встреча. Это просто был посыл изнутри. И мне настолько надоело быть неуспешной, сидеть за ним в рядах, что я сама себе сказала, Надя, ты станешь успешной, потому что у тебя есть на то причины. И я начала эти причины просто описать. Что-то действительно снизошло на меня. С вами то же самое произойдет. Если вы будете фокусироваться на вопрос, что мне нужно сделать, чтобы у меня получилось. То, что я задумала. То, что я задумала. Что мне нужно делать. Вы знаете о том, что вопрос является лазерным лучом сознания. Чем больше вы будете задавать вопросов, тем больше ответа вы будете получать. Так происходило все время с нами, да. Вы уже поняли, мы были спонсорами друг для друга. И однажды мы стали примером для нашей команды. Мы всегда показываем личный пример. И это невероятная энергия, которая является мотивацией для нас. Мы показываем свой энтузиазм. Насколько мы действенны. Мы, когда работаем в офисе, мы прозваниваем, мы делаем все действия, которые должен делать каждый ключевой бизнес-партнер. Мы показываем пример. И своим энтузиазмом мы заражаем партнерам своей команды. И они смотрят на нас и дублицируют. Потому что очень важно показать пример, а не рассказать, как это делать. Вы знаете о трех ценностях, которые есть в мире, да? Для вас в вашей жизни это тоже так же, как и в нашей. Это, конечно же, время. И очень важно научиться время приумножать, не только сохранять, а приумножать. Это, конечно же, энергия. И очень важно научиться ее не только сохранять, но и приумножать, и передавать достойным. Ну и вы знаете, да, о том, что есть такая поговорка, да, время, что ценно, да, время, энергия и, конечно, деньги для многих людей, да. И для многих людей это является и ловушкой одновременно. Так вот, если говорить о нас, то следующее то, что мотивирует нас, это, конечно же, наша воля быть. Понимаете, что это, да? Быть теми людьми, которые сегодня творят свою жизнь своими руками. Быть амбициозным, быть настойчивым. Вот о нас говорят, да, харизматично, уверены в себе, действенны. Ребята, мы просто однажды захотели такими быть. Мы такими не родились. Чтобы вы понимали, да, лидерами не рождаются, лидерами становятся. И это один из проектов, который вы должны здесь, на земле, осуществить. Это стать сначала действием, работа над собой, и однажды вы будете тем лидером, которым вы будете гордиться. Я вам от всей души желаю проявлять эту волю, быть. В этом очень много. Так это просто звучит, но в этом очень много смысла. Просто поймите, вам нужно сначала встать, а когда вы это сделали, продолжать нести это, быть. Личным примером проявляйте эту волю быть. и очень важно то, чтобы верить, что возможно все, во что я верю. Очень важно верить и меняться. И возможно круг ваших знакомых поменяется. Возможно, вам придется отказаться от привычных привычек, от привычных знакомых, да, для того, чтобы себя поменять и самой стать и быть. Я вам скажу мой пример. когда я уже поработал полгода-год в Айнфлэйме и принял серьезное решение, 99% моего окружения, моих ребят, оно поменялось. Да, возможно, уже я перестал ездить с ними в посадку в шашлыки, на выходных пить пиво и тусоваться, да, кому-то из молодых ребят хочется этого еще продолжать, да. Но если ты выбрал себя для лучшей жизни, поэтому ты должен делать другие действия, общаться с другими людьми. Возможно, все, во что я верю. Вы знаете, что, кто знает, уже слышал мое выступление, что это мой самый главный действий. А я продолжаю всегда. А я верю в то, что возможно все. Это действительно так. Я просто однажды поняла, что мне не выгодно не верить в себя, в свой проект, в сотрудничество с компанией «Рифлей», в мою команду. Мне не выгодно. Я просто с собой села и поговорила. И я себя спросила, «Надя, ты себе друг или ты себе враг? Если ты себе друг, то ты должна верить». С верой тоже есть люди, которые рождаются. Но, как правило, большинству людей очень сложно верить. Просто верить, да. А вы знаете, от того, что в Библии, да, написано, это истина истина, что по вере ваше дано будет вам. Но ведь это же так просто. Правда? Ну, как сложно соответствовать этому. Так было и со мной. Для меня вера это было лишь красивое слово. Но однажды я поняла, что мне выгодно верить и мне выгодно жить в той жизни, которую я себе придумала. А вера в этом, как необходимый, да, для хорошего блюда ингредиентов. Без веры все ваши действия будут мертвы. И вы тоже это знаете. Поэтому веруйте, помните о том, что возможно все, что вы поверите. А вы верите в то, что возможно все. Идем дальше. Я не туда немного переключаю, я так уже разобралась, да. Итак, что нас мотивирует? Давай я эту блоку значимаю. Давай. Это, конечно же, наша семья. когда мы начинали, вы уже услышали, да, мы в 2007 году мы решили основать нашу семью, да, до этого мы были знакомы, но мы не женились, да. Сейчас, сегодня современно так, если ты не женишься, то это нормально, да. Кто нас понимает? У кого такая ситуация, да? Живем, ну, вот, не жениться, да. Ну, на самом-то деле, как бы, и ничего не происходило в нашей жизни. Ну, как бы, была привычная жизни, привычные какие-то отношения, и понятно, да, но, когда мы основали нашу семью, да, мы сделали такой помпезный праздник, да, потом мы уже поняли, что это был праздник для всех наших приглашенных гостей. я в свою очередь видите, вот фотографии мы троем не зубы стоим, мы купили цветные карандаши, мы взяли свою первую распечатку, склеили листы, начали, и я мы цветными карандашами нарисовали наш дом мечты, который есть. мы немножко его закрываем, ну, видно, там, бассейн, дом, зонтик, мы цветными карандашами. Ты и цветными карандашами. Мы проводили презентацию, да, и Андрей всегда говорил, ребята, если вы хотите жить, как в черно-белом кино, то вам нужно всего два карандаша, черные и белые, вы разукрасите ими свою жизнь. Это жизнь большинства людей, но мы выбираем сегодня другой поти, у нас коробка с разноцветными карандашами, поэтому Андрей нарисовал дом нашей мечты, и я вам скажу честно, честно, да, не обижайся, я сейчас секрет раскрою, меня этот дом немного раздражал, он такой большой, я думала, какой дом большой, блин, это же нужно для этого, ох, 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 как, да, и я говорила ему, ты этот дом сними, потому что у нас же не один только дом, ты вспомнишь, у нас гармоничная жизнь, нам нужен и дом, и остальные атрибуты гармоничных людей. Поэтому я начал выезжать с картинок яхты, самолеты, и ты дальше на этот плакат. да, приглашайте своих мужей в бизнес, не думайте, что это не для них, не решайте за них их судьбу. Кто сегодня вот здесь с мужьями, да, это большие молодцы, вы большие молодцы. Наша семья является очень сильным мотиватором для нас, мы являемся очень сильным мотиватором друг для друга, да, и нас спрашивают почему вы не объединяете ваш бизнес в семейный бизнес, почему Андрей работает по своему номеру, ты, Надя, по своему, и вообще как у вас так получилось? Просто когда я пришла в Эрифлейн, да, я сразу посмотрела на окружение и подумала, так интересно все с мужьями делают это, как они вот это вовлекают, мотивируют, что они им такое говорят. Но мне захотелось тоже, я помню, что у меня просто такое было желание, мне тоже захотелось, чтобы мой муж был в Эрифлейн. и я помню, как я ему аккуратно об этом говорила, но он мне, Надь, ты что, у меня же совсем вообще другое, я же суперменеджер, у меня же супер вообще будущее, о чем ты мне говоришь? Он будет рассказывать свою историю, да? И я поняла, что мне нужно идти кардинально. Я взяла, его зарегистрировала в Эрифлейн и на его день рождения принесла пакет и сказала, я тебя поздравляю, теперь у тебя есть твой ключ к лучшей жизни, твой бизнес с компанией Эрифлейн. Он говорит, я тебя поздравляю, даю тебе бизнес. Вот так было в нашей истории, но, конечно, не сразу Андрей включился, вы же понимаете, за решением следует еще очень здоровая работа, да? Но я вам скажу, сегодня, конечно, очень сильная мотивация, это наша семья, это мы друг для друга, конечно, мы друг друга очень сильно мотивируем, и одна из причин, почему мы не объединяем набирайки, потому что у нас есть здоровая конкуренция, я в квалификации открытый бриллиант Андрея, он понимает, что ему нужно работать еще больше, да? И поэтому, папа? Мы работаем. Да, в нашей жизни, как вы уже поняли, в 2009 году я была беременна и очень усиленно работала, в 2010 году, в январе месяце, появился наш сынок, Сятослав. Мы очень за ним уже соскучились, да, и мы уже ждем, когда вечер, на самом деле, не обижайтесь, мы хотим очень домой, к нему, и наш сын является очень сильным мотиватором для нас. Мы очень ждали встречи с этим замечательным человеком, и мы гордимся тем, что мы являемся очень сильным примером для него, и когда мы за ним наблюдаем маленьким, то мы понимаем, что он действительно повторяет все, все лидерские, да, навыки наши, да, и это очень мотивирует нас. Следующая мотивация, ну, то я переключал, видишь? Следующая мотивация. Следующая мотивация, это наша команда. Да, очень важно быть не только самым успешным и нести знамя в руках, потому что иногда от этого знамя могут руки, и в интернете мозоли появиться. Очень важно сдерегировать свою ответственность к своим партнерам, и нас мотивирует, нас радует наша команда, когда в нашей команде появляются новые результаты, появляются новые предметы, атрибуты к лучшей успешной жизни, когда наши партнеры покупают новые холодильники, машины, берут квартиры, покупают, дома начинают строить, нас тогда мотивирует наша команда, когда наша команда выступает и дублицирует нашу систему АКУ. А вот я, видите, в положении, свидетельство есть, видно туда, у нас было обучающее мероприятие, и как результат это игра в боулинг, да, там на определении лучшей команды, кстати, такие мероприятия, игры совместные, они очень-очень сильно объединяют людей, там будет, Андрей будет дальше рассказывать, показывать, у нас очень много мероприятий, которые мы в команде проводим, да, и если говорить о команде, то команда действительно поистине является, у нас молодая команда, как вы уже поняли, да, есть совсем, вот немножко, совсем только, да, можно так сказать, два года, если в полном браке, то, что в 2008 команда образовалась, потом в 2009 пока мы все-таки уже врубили, что нужно делать и начали делать, да, то есть за это время появилось очень много в команде людей и прирост за это время, я помню, что мы стартовали, у нас в команде где-то было 500 конфликтантов всего, да, а на сегодняшний день это уже более 5000 человек, мы этим очень гордимся. Вот так, я скажу, это блок, да, что нас мотивирует, конечно же, наша компания Reflame, не просто компания Reflame, а наша компания Reflame, да, и здесь фотографии вы видите, я в окружении, где-то тоже есть, да? Есть, конечно. Мы, но когда я готовилась к этой встрече, я думаю, я все же больше здесь в окружении успешных мужчин. Видите, внизу Андрей Петушников, да, это в этом году на банкете директоров по закрытому званию уже нас поздравляли, с эфиром, я получала, да, и Андрей нас тоже поздравлял, мы с ним невероятно дружим, это действительно великий лидер, Андрей мой муж. Дальше опять Андрей, это мы в Стокгольме, когда мы победителями стали в акции и вызов в Стокгольме, да? Дальше вы видите Юра, Михалюка, Нашин, да, Макс, выше. Все мужчины, которые стали судьбоносными в моих тоже принятых решениях, потому что, например, Джеспер, знаете, когда я включилась? Андрей, на самом деле, включился, когда у нас появился маркетинг вот на миллион, мы говорили, что как это было, что это было не так быстро, как хотелось бы, да? Это в 2008, да, это шоу тайм, вот это время было как раз. А я включилась, когда у нас начался кризис, это тоже 2008 год. Ну и, короче, все совпало. Вчера Катя рассказывала там про циклы, и я сразу себе все циклы тоже начала сверять. Оказывается, что для того, чтобы у нас с Андреем многое совпало, для этого очень-очень много нужно работать. И тогда нам повезло, в 2008 году действительно у нас совпало. У Андрея мотивация, что появился маркетинг на миллион, а у меня мотивация, что 45 миллионов людей в Украине, это приехал к нам Джеспер, да, собрали всех украинских лидеров, ну, региона, наверное, не вообще всех, то есть нашего региона, да, и Джеспер выступал перед нами. То, что все были в ожидании того, что сейчас компания начнет поднимать цены, что сейчас что-то будет меняться кардинально, потому что во время кризиса нужно тоже выживать, да, и еще и получать прибыль, да, и поэтому Джеспер приехал рассказать, что же дальше будет. И для меня этот человек стал на тот момент времени очень сильным мотиватором, потому что я от него услышала простые слова, он сказал, ребята, на самом-то деле мы настолько дальносрочно смотрим на этот рынок, мы настолько верим в то, что здесь кузница, лидерство, и здесь будут еще самые лучшие результаты мира, и вы должны знать статистику, что сегодня в компании Арифлейн 45 миллионов людей еще даже не в сети как потребитель. Я, 45 миллионов. Ребята, 45 миллионов людей не в Арифлейн. 45 миллионов людей может за каждое утро чистить зубы, бреяться, поясать дезодорантам, кремам и всем остальным. Ребята, у нас еще на 45 миллионов, представляете, какой задел впереди? Поэтому еще впереди самые невероятные взлеты. К нам когда-напрежал Керк-ректор, и он рассказывал про Монголию, да, Монголию, и он сказал, что в Монголии всего 2 миллиона человек, и при этом в Монголии сегодня есть два лидера, которые имеют открытую квалификацию президента представляете? Это Монголы, которых всего 2 миллиона, а мы украинцы, да, и нас 45 миллионов. 46. На тот момент у меня стоял вопрос, реально, ну где-то будет все равно этот предел рынка, да, вот так, по-трезвому. Я задавалась вопрос, Надя, ну, может уже действительно как бы время уже первичная насыщенность рынка есть, ну, надо же было еще найти какие-то причины, да, почему я могу быть неуспешной. Я их искала, я их находила, да, и вот этот вопрос был в моей голове, может уже все подписаны, может уже дальше некуда, да, и Джеспер стал тем ответом на мой вопрос, об этом говорит много Наташа, да, она говорит, вы нашли ответ на свой вопрос, задавайте вопросы, ребята, это действительно очень сильно работает, и Джеспер сказал, 45 миллионов мне Мори Флейн, у меня сразу, я, конечно, верю, но я еще проверяю, у меня сразу возник вопрос, да, чем Донус знаете, у меня сразу возник вопрос, а сколько тогда уже Мори Флейн, я написала запрос в компанию Мори Флейн, официально написала, кто я, что я, зачем я спрашиваю вообще, почему мне это башу, компания мне прислала официальный ответ, на тот момент была написана такая информация, коротко, что на сегодняшний день, это был 2008 год, на сегодняшний день в базе активных консультантов, вы поняли, кто такой активный консультант для компании Мори Флейн, этот человек, который сделал хоть какой-нибудь баловый заказ, это даже купил кусочек мыла, за последние три каталога, представляете, это он уже активный, так вот, компания ответила, в базе активных консультантов по Украине 250 тысяч консультантов, я себе представила, что из них половина, что понимаете, это даже клиенты, это даже не консультанты, реально, я задала вопрос, это сегодня, грубо говоря, армия из 100 человек, как бы обслуживают всю Украину по запросам, по потребностям, да, пользоваться качественной натуральной косметики по доступным адаптированным ценам, кошельку потребителя, это сегодня эта армия обслуживает вот такой массив людей, это посчитайте, сейчас возьмите, разделите, это сколько, это просто нереально, понимаете, да, какой у нас бешеный, сумасшедший потенциал для развития нашего бизнеса, здесь хватит на вас, на ваших детей, на детей, ваших детей, и это бесконечно, потому что будут рождаться новые люди, да, и они будут рыться, но говорят, мы не пользуемся Алифлей, мы говорим, отлично, зубы вы чистите, да, а человек говорит, ну вы знаете, косметику не покупать в первую очередь, мы говорим, да, интересно, а что покупать в первую очередь, колбасу, хлеб, да, я говорю, замечательно, вы вот сегодня пришли на эту встречу, да, прежде чем сюда прийти, что вы первое сделали утром, когда вы проснулись, пошли поели хлеб с колбасой, человек говорит, нет, а что взят, вы почистили зубы, правильно, а потом я поел хлеб с колбасой, понимаете, потому что косметика для полости рта, это зубная паста, зубная щетка, да, это зубная нити, это ополаскиватель, вы понимаете, компания Алифлей будет всегда придумывать лучше и больше для нас, чтобы мы с вами достигли успеха в нашем бизнесе. Вот что важно понять и не искать причин сегодня оправдывающих ваше бездействие, а найти причины, которые будут помогать вам достичь вашу цель. Знаете просто о том, что сегодня за три года картина не сильно поменялась. Ира Андреянова, да, ее поменяли, она вчера об этом говорила, правда? Поэтому вас должна мотивировать ваша компания Алифлей. Правильный вопрос, да, когда-то одну из президентов задали, да, там вот, а что вы можете сделать для нас, для американцев, да? На что он ответил? Не спрашивайте, что я могу сделать для вас, что для вас может сделать, да, страна. Спросите себя, что вы можете сделать для страны. И я сегодня считаю по-настоящему, что действительно, в этом согласна с Наталья, она вчера об этом говорила, сейчас время лидерства. Сейчас время показывать вашу приверженность, вашу веру в то, что вы в правильное время, в правильной компании, и вы сделали свой выбор правильно, когда вы пришли сюда, изменить свою судьбу и судьбу многих людей в Украине. Сейчас пришло время показать, чему вас учили все это время. Сейчас пришло время активных действий, сейчас пришло время доказать свою любовь компании Элифлейн. Потому что столько, как делает для нас компания, меня однажды это так задело, я сказала, даже иногда очень близкие, родные люди столько не делают, как делает Элифлейн для нас. Аплодисменты. Поэтому нас очень сильно мотивирует компания, основатели компании. Вы знаете, на Майте мы были первый раз на золотой конференции. И когда я иду просто по улице, у нас были президентские курсы, я иду по улице, у нас были президентские курсы в отеле Хилтон, просто я себе иду и иду. И тут навстречу ко мне любому. Почему здесь эта фотография? Я Ирок, потому что он просто идет по улице. Человек миллиардер, с очень правильными ценностями, в основе которых это действительно искренняя помощь другим людям в достижении своих мечт. И так просто мы остановились и мы с ним не могли расстаться. Я буду помнить эту встречу всю свою жизнь. Насколько были теплыми его руки, насколько были его глаза искренними, насколько это сильный очень человек с правильными ценностями. и когда я уже дальше стала узнавать больше про Алифлейм, про Александра Фьохника, про семью, кстати, что еще очень ценно, что есть книга основателей компании. Кто имеет эту книгу? Держите руки. А кто прочитал эту книгу? От начала до конца? У меня такая возможность предоставилась совсем недавно. Мой сын заболел и он мне дал понять, что пришло мало времени и теперь уже со мной побыть. И я была дома и я читала эту книгу. На меня эта книга произвела огромное впечатление. Там основатели очень просто и очень открыто делятся с нами историей становления и успеха компании Алифлейм. За все это время, за 44 года компания Алифлейм прошла около 20 кризисов. настоящих кризисов, о которых мы не знаем, потому что об этом никто не говорит. Об этом есть эта книга. Найдите ее, добудьте ее, отксерьте, прочитайте ее. И очень у вас изменится отношение к тому, какой компанией сегодня вы строите будущее для себя и своей семьи. Мы очень любим компанию Алифлейм. И вам от всей души желаем, чтобы вы это чувствовали тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну а теперь короткая презентация Андрея. Короткая. Постараемся короткая Встречайте Успешный, уверенный в себе золотой директор компании АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Кочетов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодарю. Итак, коротенькая история с этим. До АПЛОДИСМЕНТЫ я был нормальным человеком. Как я уже свидетель ходил на нормальную работу, нормальное время проводил с ребятами и без ребят. И как бы думал о том, что все еще впереди, гуляй, балдей, как бы как-нибудь все само наладится. До естественно ходил на работу. За 7 лет работы я начинал менеджером по продаже продуктов питания и достигнул максимума. Последняя моя была наемная работа. Я был коммерческим директором компании по продажам в Киеве. Затем я понял, что выше есть только хозяин. И как бы меня хозяин, я всегда хотел делать собственный бизнес. И невозможно было достучаться до хозяина компании. Я мечтал о том, что если я стану великим человеком, то я буду в доле акций. И когда у меня был свободный бизнес, у меня был свободное время, я был свободным человеком. Но я понял о том, что я свободно от этого не стал и особо поменять и изменить свою жизнь я тоже не смог. На этой должности я получал 3000 долларов у меня был ноутбук, безымитный шмода октага служебный автомобиль с белокошенным салоном, безымитная карточка на бензин, безымитная карточка телефонная, карточка забавляя папу, дедушку с свой бензином. Все хорошо. 26 лет жизнь сдалась ну что еще. Но реально получав такие деньги зарплаты, я не мог купить свое собственное жилье. Реально все мы знаем сколько квартира стоит. Хорошая квартира получает 3000 долларов можно 100 тысяч купить? Можно конечно, я посчитал, что если я 10 лет буду деньги откладывать на выходные буду сидеть дома, не ездить, не болеть и не отдыхать, то за 10 через 10 лет я только смогу купить квартиру. И не факт то, что я буду 10 лет этой компании работать, потому что до этой должности я поменял по 13 разных компаний, разных фильмов. Переходил на другую. Либо же меня не устраивала работа, либо же я кого-то не устраивала. Затем я организовал свою компанию, морфейную компанию. Я позиционировал себя как антикризисный банджер, она была антикризисная компания. Мы раскручивали европейские, украинские компании на рынке Киева. Почему? Потому что Киев, у киевских рынок нелегкий, и мы раскручивали бренды. Контракты были короткие, деньги были хорошие, вчера был безыметный машина и зарплата, все хорошо, контракт закончился, сегодня я подлом и лавочкой, шортах, сандалях и спил, жду следующую компанию. Стабильности никакой. И что меня смотивировало Алифтлэйм? То, что здесь бесрочный контракт. Здесь если ты контракт заключил, то по окончанию, его нет окончания этого контракта, он бесрочный. И те навыки, те силы, которые я вложил на прошлой работе, контракт закончился, и теперь эти люди работают на компании, зарабатывают деньги, а я процент никакого не получаю. Здесь я влюбил о том, что я могу вложить силы, навыки, вложения своих людей, и они будут успешными, и я буду получать это процент. Это меня как бизнесмен тоже завлекло. Надежда приглашала меня в Алифтлэйм, но я относился к этому несерьезно, думаю, у меня тут вложено право-налево, а вот этот Алифтлэйм по маркетам, Алифтлэйм как бы несерьезно. Но посчитав маркетинг-план компании, посчитав цифры, что ждет меня перелить. Тогда был маркетинг-план на 1 миллион долларов, и я увидел, что этот маркетинг-план совпадает с моими целями, потому что цель у меня на миллион долларов. Я хочу квартиру 100 тысяч, я хочу хороший джип, все знают, хороший джип, твой тоже еще 100 тысяч, дом полумиллиона, квартира, отдых, плюс дом в Крыму, реально на миллион долларов. Я посмотрю на то, что ни одна компания сейчас не может предоставить конкретный маркетинг-план на миллион долларов, что ты можешь сделать это, 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 объем продаж такой-то, такой-то, и ты реально получаешь миллион долларов. Я мониторил очень много компаний и на то время, и сейчас смотрю, тоже разные предложения к нам приходят, мы отказываемся, потому что такой классный компания с таким маркетинг-планом просто честно, просто нету. поэтому мы начали работать, да, и как бы дальше я хотел поговорить больше, ну, как бы, тема моя кризис, да, о том, что как реально быть успешным сейчас в период кризиса. Все мы знаем о том, что кризис пришел, кризис пришел еще в 2008 году, и каждый человек по-разному к этому относится. Кто-то реально испугался этого, кто-то пережидает, кто-то вообще спрятался, кто-то начинает действовать. Но очень важно разбираться в кризисе. Разбираться почему? Потому что кризис у нас наступает у каждого, и каждый из вас, я вам скажу, за всю свою жизнь уже почувствовал около 20 кризисов. Каких кризисов? Когда ребенок, когда мать отключает ребенка друзей, получает у ребенка кризис, изменения кардинальной резки, когда ребенок идет в детский сад, получает он кризис, когда ребенок идет в школу, получает, это первая любовь, и это любовь, гимнастрная свет, она со слезами, тоже это первая, это очень сильнейший кризис, когда человек поступает в институт и становится самостоятельным, это еще один кризис моральный, дальше с вами, молодая пара берет ответственность за себя, за свою жизнь, это тоже очень серьезный внутренний кризис, с которым нужно работать, потому что та прошлая жизнь, в которой человек был студентом, и эта новая поднагонучшая жена, это совсем разная жизнь, это совсем разное отношение к себе, к своей семье, к своим поведениям, действиям, это абсолютно разная жизнь, и это тоже является кризисом, и для того, чтобы не быть надловленным в этот кризис, не опускать уши и глаза, нужно быть подготовленным, и заранее знать, что я делаю сейчас, и что меня ждет впереди, и для того, чтобы быть активным в период кризиса, зарабатывать деньги, в этом нужно разбираться, и знать, что я буду делать наперед, подготовить самому для себя почву, проторить дорогу, по которой мы будем идти, всем узнаем, что у нас ждет перейти пенсия, и меня, и вас, и всех, это тоже будет для человека кризис, морально, и как не пострадать в этот кризис, подготовить самому себе дорогу, подготовить самому себе площадку, когда вы взберетесь, когда перевали через 60, 65, 70 лет, у вас был уже задел, потому что вы подготовились к этому кризису, и можем положить это то же самое на наше развитие человечества, самые ближайшие кризисы я вам покажу, потому что в кризисах надо, ребята, разбираться, кризисы не были, есть и будут, всегда они будут, очень важно, это ваше отношение к кризису какое, первое, ну, самое такое, чтобы мы быстро вспомнились, я говорю, глубоко не буду ходить назад, но самое ближайшее, помню, в 1920 году, приблизительно, плюс-минус, там пять лет, был царь, были клоны, куркули, помните, их раскуркулили, да, куркули классно жили, ну, они были богатые, а все остальные селяне были бедные, пришли коммунисты, всех разогнали, да, в то время было сельскохозяйственным веком, потому что куркуль занимался сельским хозяйством, он зарабатывал хорошие деньги, коммунисты их разогнали, раскуркурили, и начался новый век, начался век индустриальный, помню, что в период коммунизма очень резко начали строиться фабрики, заводы, предприятия, и все люди, которые остались на земле, работать дальше, в сельскохозяйственном веке, они начали маленькие деньги зарабатывать, а тот, кто пошел на фабрики и заводы, да, при этом перемене, он начал хорошо деньги зарабатывать, помните, весь период коммунизма, мои родители ходили на фабрики и заводы, папа токарь, мама медик, сварщик, средствый, тренировщик, супер, классно, хорошо жили, ездили летом в бары, отдыхали, это весь период, все ходили в одинаковых ботинках, плащах, туфлях, и как бы все, жизнь нравилась, все развелась, это был индустриальный век, помним кризис в 91 году, когда Советский Союз развалился, сумасшедший был кризис, дефолт, невероятный союз разошелся, и все были перегонаны, не знали, кто, что дальше будет делать, да, и начался объект предпринимательский, помним о том, начались на стадионах магазины, базары открываться, рынки, ларьки, толчки их называли по-разному, да, и начался век предпринимательский, и тот, кто остался на фабриках и заводах, помните, что фабрики и заводы все развалились, да, потому что перестали быть кордоны между ними, потому что все было связано, эти люди были нищие и бедные, если они не перешли в новый век, да, они не подготовились, они не стали, ну, нужно быть универсальным, новая ситуация, новый виток, нужно под него построиться, новая тенденция, новый ветер, ветер, тогда ветер дул в спину, да, было классно, сейчас ветер дует в лицо, и знаем корабль, корабль может идти с парусами против ветра, может идти, может, он идет, зигзагом, парусный корабль идет против ветра, да, тот, кто перестроился в новый период, начал заниматься предпринимательским действием, он классно себя чувствовал, и по 98-й год был предпринимательский век, да, предприниматель себя классно чувствовали, кто работал на фабрики, заводах, очень плохо, кто за них был на огороде, так вообще, ну, просто нищета, ценнейшая, поэтому нужно было перестраиваться, да, в 1928 году был тоже сильнейший дефолт в Украине, да, кризис опять, и резко начали, и начался век менеджерский, резко понадобились всем, бухгалтера, экономисты, юристы, менеджеры, разные люди, уже никому не нужен был только с ваших средств, фрезеровщик, тем более, продавец, да, и тот, кто перестроился, опять же, в новый век, который понял, что начался, в новый век, нужно заниматься новыми действиями, новой работой, да, тот был наконец, да, и помню себе, менеджер, юристы, экономисты, все хорошо ходят на работу, получают 4-5 тысяч евреев, берут все в кредит, машины, квартиры, все платно, жизнь удалась, кто-то ходит, на рынке стоит, ну, реально, бедный человек, да, на фабрике, заводы, вообще, наверное, не работают, там, на дорогах всех повезут, уже это, прошли, и самый ближайший наш кризис, перестали, всем нужны банковские сотрудники, полуполняли, экономисты, юристы, менеджеры, все они стали безработными, знаем, это есть, ну, есть такого, да, почему, потому что, опять же, начался новый век, начался век информационный, и тот, кто начал заниматься информационным бизнесом, перестал ходить на работу, потому что на работу сейчас не выгодный ходить, смысл ходить на работу, если она тебе не принадлежит, начался век информационный, начался, кто-то начал заниматься информационным бизнесом, информационной деятельностью, информационной работой, которая дает ему деньги, тот сейчас реально на коне, тот, кто уходит на работу, ну, даже кредит сейчас получает в 5-й день, и тебе их ни машу, ни квартиру не дадут, потому что сейчас наемная работа является нестабильным, как бы, и, что такое информационный бизнес, какие они бывают, тоже это, когда нужно разбираться и понимать, мы знаем всего Филиппа Киркорова, приветствую, песни поем, вот сейчас, он на нам денег зарабатывает, как он думает, у тебя там, учитывается, достаточно денег, да, он занимается информационным бизнесом, каким, он песни поет, на диске их записывает, и диски продает, на диске что находится? информация, он дома себе спит, а мы служб покупаем на диске, и он хорошо денег зарабатывает, еще информационный бизнес есть, можно книжку написать, какой-то супер бестселлер, книжку один раз написал, напрягся, все, дома сидишь, ну если классная книжка, не скажу информацию, мы покупаем большие, ну книжки, читаем, человек находится удаленно, зарабатывает денег, потому что сейчас модно, удаленно зарабатывает денег, сейчас не модно ходить на работу, именно сейчас век, вот такой вот работой, удаленный, когда ты что-то создал, сделал, и это очень долго на тебя работает, либо же есть физики или химики, которые придумали что-то такое необычное, получили патент, этот патент подали в какую-то компанию, ноу-хау, и он опять же дома сидит, ничего не делает, и благодаря своим знаниям, ну той информации, которую он запоминтовал, он получает пожизненно деньги, и кто из вас физик-химик, может такое что-то придумать, или кто из вас есть певец, который может писать или спеть, и эта тема может для вас работать, есть какие-то заняты, есть выход, реально, выход это сетевой маркетинг, мы с вами, когда занимаемся конкретно работой, мы что, мы вагоны грузим, или мы рот открываем, и даем людям информацию, MLM это самый настоящий, сейчас современный информационный бизнес, и очень важно зависит от вас, какую вы даете информацию, если вы даете информацию, только по косметике, как ей пользуются, то это маленькие деньги, но это тоже вы даете информацию, если вы даете информацию о том, как можно зарабатывать, это уже больше, ну больше денег, вы на этом умеете, если вы других людей учите лидерству, это очень большие деньги, поэтому очень важно от вас зависит, то, какую вы даете людям информацию, и в итоге эта информация, сколько вам даст обратно денег, поэтому и сейчас очень классный момент, поймите, что выбора сейчас другого нету, и через 5 лет вообще перестал платить, и тонн зарплаты, и в принципе тем более никому не хватит, поэтому у вас сейчас задача создать такой бизнес, алифлейн, отшлиповать мастерство свое, давать такую классную, сжатую, точечную, интересную, полезную, рабочую информацию, чтобы эта информация работала на вас, а не была просто словами, поэтому сейчас нужно учиться и обучаться, и понимать, и разбираться в том, что ребята, кризисы будут дальше, и вы видите, по датам посмотрите, что между первым, вторым, вторым и третьим, время кризисы все меньше и меньше, это как спираль, как виток, как мода, мода всегда возвращается, клеши были, клеши вы там в 70-х, и алифе модные, да, клеш недавно вернулся, а буквально сейчас, вот, молодежь, люди такие ходят, алифе, да, то же самое, оно все идет у нас по спирали, и все когда-нибудь возвращается, стрижки, прически, одежда, мода, кризисы, они были, есть и будут, но спираль, она вертикальная, и вот этот вот временной показатель между кризисом будет все меньше и меньше становиться, мы видим, что в 2008 был кризис, вроде бы в 2009 закончился, и сейчас начинается вторая волна, буквально два года прошло, и опять следующая волна, и следующая, и дальше, и дальше, неизвестно вообще, чем это все закончится, и как будет, потому что это кризис мировой, но вы должны понимать, потому что, ребята, вы реально на том корабле, который плывет в правильное направление, вы работаете с классным, известным, раскрученным, мощным европейским брендом, это Арифлейн, это мощная европейская компания, это мощный бренд, и то, что вы в нового времени сейчас находитесь, вы занимаетесь, работаете информационным бизнесом, в направлении, и второй вопрос, ну, да, я понял, я это знаю, а что мне делать дальше, как мне правильно работать, какими нужно правильными действиями делать, чтобы в этот период быть успешным. И дальше я хочу поделиться своим опытом, да, что мы конкретно делаем, и как мы растем. Понятно, да, что нужно сделать? Изначально посмотреть реально на себя, что я умею, что я реально достиг, посмотреть самому себе правду в глаза, подойти, если вам сложно с кем-то поговорить, зайдите вот на самую ванную, зверху, посмотрите, задайте самому себе, потому что первый вопрос, нужно определиться самим собой. Готов ли я дальше действовать? Готов ли я себя менять? Готов ли я работать над самим собой? Себя развивать? Учиться? До рефлейма я прочитал, как, знаете, там три книжки, буквально зеленого и красного. Ну, период моей карьеры я тоже читал специализированную литературу по формальничному труда, но ни одну книжку не подсчитал по личностному развитию. А здесь нужно начать с самого себя, взять ответственность за себя и дальше с этой ответственностью поделиться с другими, рассказать о том своим близким, знакомым, партнерам, куда я иду, что я делаю, иду к таким результатам. И мы собираем точно такие же мероприятия, да, как и у вас. Мы также работаем, мы также организуемся в командах, работаем над новым штурмом, придумываем идеи, придумываем презентации, смотрим на рынок, что сейчас, ну, какой сегмент товара продается по сезонности. На что нужно нажать? Знаем мы то, что зубнопаста, четкое мыло, крем для рук, для рук, и крем усилития, это стандарт, он продает всем этим пользователям. На этом мы нацеливаемся, на продажу, если кто-то из его продажа, да. Если это период летний, я тоже знаю, что летом, летом свободные студенты, мы на них нажимаем, да. Если это сезонность, осенние, все хотят новый макияж, на новом выглядит, новый аксессуар, мы на этот сегмент нажимаем, на этот сегмент товара, на этот сегмент людей. Очень важно быть в новом со временем, потому что каждый квартал меняется, каждый сезон наступает новый сезон. В одном году четыре сезона продаж. Не так, как многим там, думаю о том, что есть зимние праздники, и все, все мои там, многие неудачные консультанты ждут целый год, опять, 8 марта и 23 февраля. Я вам скажу, что каждые три месяца начинается новый сезон продаж, это во всех компаниях, продуктовых, строительных и косметических. Поэтому очень важно на таких планировках разрабатывать конкретный план. Разработали конкретный план, понятно, что на прошлой картинке мы поставили, определили, что мы хотим, мы ставим конкретную цель, со своей командой разрабатываем план. Если у вас нет еще своей команды, обязательно обратиться как спонсор, присутствует таких мероприятий, разработать конкретный план и с этим планом дальше работать. Дальше мы презентуем свой план развития, как в школе, когда заканчивают девятый класс, идем на экзамен, сдаем. Точно так же и вам. Нужно сдать экзамен самому себе, а своей командой. Защитить, рассказать, объяснить свой план действий, что я буду делать. Мы так собираемся в группы и каждый из наших партнеров на квартал защищает свой план действий. Он доказывает нам, что он может это сделать, что его план рабочий. Он доказывает по позициям, что именно эти сегменты товара, именно эти сегменты людей сейчас работают, потому что именно сейчас это время. Мы на экзамене принимаем его план, оцениваем. Если это пятерка, значит он работает с этим планом и он, мы действительно верим, что он его достигнет. Если ниже оценки, он садится опять на рабочее место и опять работает на свои планы. Команды обрабатывают, назовем что, добавляют новые идеи, новый креатив. Дальше мы стартуем и начинаем действия. Также у нас заканчиваются мероприятия интересными времяпрепровождением. Кушаем шашлык и ходим в бильярд, в бассейн, вы увидели на больших картинках, и отдыхаем. И что вас дальше ждет? Ваша задача ждет о том, что вы опять лекарствовались самим собой. Но классно то, что у вас уже есть конкретный план достижения цели. И этот план посмотрел я не одни, а ваша вся команда. Он сдан на пятерку, на отличный. У вас отличный план. У вас план, который отличается от других. Что такое отличный? Отличный от других. Отличный от тех людей, которые находятся за окном. У вас классный план действия, он вас приведет к цели. И вам придется действовать. Вот это внизу я, видите? Вот таким я пришел в Эйфлэйм. Да, это первый раз. На доске написано про Моушен, приветствую, меня зовут. Я также был один. Начало дня. У меня была супруга поддержка. Она показала, я также сдал ей экзамен, показал, что нужно делать. Дисконтактов в день, регистрируют людей, анкетировать, я этого никогда не делал. Продавать, приглашать. И поверьте, ребята, когда у тебя статус босса, и спускаться в метро на улицу к обычным людям и просто их анкетировать, и когда ты встречаешь менеджера в метро, он подходит, слушает, у тебя так плохо дела. Слушай, ну там нужны эти экспедиторы. Мы идем до того, что ты достойчиво анкетируешься, просто пригляд. Да, я посмотрел балабаса, на тот момент, возможно, мне нечего было ответить, да, красиво им сказать, тебя там замотивируют, потому что я тут стою, это очень реважно, я иду вперед. Но я действовал. Я действовал, действовал. Я стоял все лето в метро, ну, потому что на улице было жарко, а в метро было прохладно. Я стоял все лето, я себе сдал задачу, я заполняю 50 положительных анкет каждый день. Сколько людей проанкетировать вперед, я не помню, но полу-50 положительных анкет. В анкете он или хочет мастер-класс, или хочет каталог, или же хочет заняться бизнесом. Я себе вставил, так, стандартный как я вставил, ну, я хочу, там, 10 контактов денег, все, за час сделал, иди уля, и хочешь заниматься, чем хочешь. Если у вас действительно серьезные, конкретные цели, если вы себе поставили, бриллиант за год, дальше надежда даст в системе, должно быть невероятное, сумасшедшее количество контактов положительных, ежедневно. Я стоял все лето, и я нашел своих лидеров. И за осень, за следующий портал, в Киевском регионе мы открыли за три месяца три СПО. И за, ну, скажем, за полгода я уже открыл мальтификацию директора. И дальше, успешно, я закрыл. Потому что, несмотря на то, что были открыты СПО, мы точно так же с моими партнерами делали в области 50 контактов каждый день. Мы приезжали в город, в котором 10 тысяч, выходили на улицу, и там, ну, реально мало людей. Знают, что, ну, 10 километров от Киева, утром весь город поднялся, сел маршрут, уехал в город работать. В городе приехали, а в городе никого нет. Мы все равно ставили за цель 50 контактов каждый день. Мы ходили по домам, ходили по предприятиям, ходили аптеки, везде ходили. Но мы держились эти контакты. Поэтому мы за три месяца, за следующие три месяца появилось три директора, в каждом из школ. И в школу активно заработали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот так вот, да? Вот так вот. Вот так мы начинали с школ. Стол, четыре скула, папка по презентации, конфеты, чай. Так начинался с школ. Как мы открывали, находили свободное помещение. Мы в аренду не платили за помещение. Мы находили помещение, где есть пустые подсобки. Где можно просто поставить стул и поместиться пять стулей. Стол и пять стулей. И папка. Где можно завалить чай. Это парикмахерские, это аптеки, есть подсобки. Это магазины продуктов. Сюда есть магазины подсобки, какие-то четыре квадратных метра, где лежит там коробки пустые, там шла, вроде, да, вот там еще. Почистили, красивенько сделали, блокады рефлент, приступили, стол, стулья, и погнали в мастер-классы. Начинали мастер-классы. Как додоваривались? Ну так почти додоваривались. А? Ну, как ты не хочешь нового бизнеса, хочешь развиваться в мастер-классе. А, там человек, да? Да, да, да. Ну, хозяин проект-мэкси, магазин, по-близкой дали. Есть такое, да. Да, и очень важно дальше сформировать партнера, да. С партнером, с которым вы будете делать работы, действуя, да. Почему? Потому что, как бы, одному, да, если вы сильный мотивированный, ну, изначальный человек, да, по мне было не проблема. Я три месяца стоял в метро, и мне проще и легче было самому быть, да, работать над собой. Да, я вставлял плеер, еще слушал мотивационную, записанную запись на телефоне. Обязательно, мне очень легче стало, когда у меня появился партнер, с которым мы начали вдвоем это делать, да, вдвоем эту работу, да, намного легче. И вам очень важно, да, найти партнера, с которым вы вдвоем будете делать свою работу. Изначально, если у вас нету ни одного человека зарегистрированного, возьмите с параллельной команды, пойдите вдвоем. Вдвоем будет легче выйти на холодный рынок и начать анкетировать людей, ну, если для кого-то сложно. Либо же ходить по предприятиям, мы со всеми разговариваем. Дальше я там дам пять вопросов, которые мы стандартно задавали. Вы спрашиваете, что мы говорили? Я дальше дам. Самые простые пять вопросов. Вот они, пять золотых вопросов, которые мы везде задаем. Где бы мы ни были. В магазине, в анкетировании, в метро, в маршрутке. Мы их задаем во всех самых удобных местах и неудобных тоже. Типа туалета, лифт, лифт. Это еще могут быть разные другие неудобные места. Знаете компанию Reflame? Да, нет. Хотите ли получать каждый каталог бесплатно? Да, нет. Хотите получить бесплатную консультацию в образе красоты? Да, нет. Устраивать ваш личный доход? Да, нет. Хотели бы узнать, можно зарабатывать с компанией Reflame? Да, нет. Человек ответил. Благодарю. Мы вам перезвоним. Останем, свяжемся. Пятьдесят анкетных стригли положительных. Пришли в офис, достали анкету, на следующий день позвонили. Добрый день. Мария Ивановна. Да, отлично. Это Андрей. Помните, парень такой, с сладкой курточкой, заполнял с нами анкету? Да, вы ответите на пять простых вопросов, вы указали о том, что вы хотели бы побывать на мастер-классе, учить каталог. Отлично. Приезжайте в офис какое-то время за каталогом, либо же за мастер-классом. Вы указали о том, что вы хотели бы узнать, можно зарабатывать с бизнесом Reflame? Отлично. Есть время. Вам больше у кого подходит. Первый, вторая половина дня. Вопрос выбор без выбора называется. Вы даете два человеку варианта. Он играет. Первый, второй половина. Вторая половина дня. 15, 17, 00. 17, 00. Отлично. Итак, я вас записываю на 17, 00. Возьмите ручку карандаш, запишите, по какому адресу вам нужно прийти. Адрес указали ему. Еще раз я вам повторю, я вас жду на 17, 00. По такому-то адресу. Из 50 анкет доходит 20 человек. 25. Это если у вас еще слабый опыт. Когда у вас уже опыт классный, вы тоже, опять же, не всем подряд анкетируете, а выбираете того человека, с которым вам хочется это проанкетировать. Понятно, что бабушек там привык, если их будет работать, мы анкетируем. Мы анкетируем того человека, который нам нравится. И в следующий раз, в следующий месяц работы, вам уже не нужно 50 анкет заполнено. Вам будет достаточно 20 анкет. И все 20 человек приходят на следующий день. Есть такое, да? Начинаем со списка знакомых. На этом я долго не буду останавливаться. Все мы знаем, что такие списки знакомых. Они работают. Они реально работают. Если вы пишете, и работаете. В основном, ну, мне, самое, больше всего, комфортно работать со списком минул. Я до сих пор с ним работаю. Я до сих пор пишу. У меня полторы тысячи номеров в моем списке знакомых. И я их прозванию, прозванию, прозванию. Кто-то доходит, кто-то не доходит, кто-то позже приходит. Кого-то опять прозвонил. И сами люди уже звонят. А вот, Андрей, ты помнишь, я твоя одногрупница. Вот последний результат. Ты меня приглашал, даже меня зарегистрировала. И так она пошла по стартовой программе. Сейчас она приходит, говорит, хочу вернуться, хочу. Я встал, я уже полгода без работы. Люди приходят со списка. Но надо с ним работать, работать. И мы постоянно пополняем. Вы же, вы же, вы заметите, сколько вы за неделю забиваете новых телефонов, номеров телефонов, мобильных телефонов. Вот как вы часто, да? Иногда вы просто набрали телефон и не успели записать. А потом, я думаю, что, блин, он там раз ищет, а его уже нет. Вам нужно, чтобы ваш список имен наближал всегда в вашем бортфеле, в вашем рабочем, с рабочей сумки. И забивать телефоны, переписывать его в этот момент. А что вы приглашаете? По списку знакомых? Пять вопросов задаю. Алло, привет, Петя, да, это я, Карлел, Андрей, помнишь, да, мы с тобой встретились, там-то, 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 там-то общаться, окей. Есть интересная тема, два из них пообщаемся, по поводу, ну, по поводу, тебе деньги не нужны, а что такое? Есть интересная тема, можно денег заработать. Если я знаю, что у меня человек интересен как по бизнесу, да? А что за тема, расскажи мне более детально. Есть интересный, раскученный бренд, и можно сейчас заработать денег, создать собственный бизнес. А что за бренд? Приезжаем, более детально пообщаемся на встречу. Это Рифлэн Боргай? Ну, кому-то говорили, а что за бренд? Бренд Рифлэн, ну, ты что, Рифлэн там же все начали работать. Я тебе серьезно говорю, это классная тема, сейчас. Приезжаем на встречу, мы пообщаемся. Все совсем по-другому, кардинально, это супер бизнес. Приезжаем на встречу. Рифлэн, ты же Рифлэн знаешь, да, знаю, но, то есть никакой такой не думаешь, что надо прослушать. Это реально, прослушенный, мощный европейский бренд. Детей не нужны? Да, приезжаем. Нет, до свидания. Следующий. Встреча не визуальна, так же? Да. Ну, если на бизнес, то не визуальна. Не отвечать, кто дальше? Есть дальше. Следующий, анкетируем. Одеваемся, все салатовые курточки, одеваемся, классные, все позитивные, настроенные, устраиваем на улице шоу. Реально устраиваем шоу. Можно даже взять, приехать на машине, повесить в флаг, открыть дверки, включить музыку, чтобы было весело. Люди, которые проходят, они улыбаются, они шувались, когда проходят, не в чек вот так вот. Непонятно, что от него хотят, а он здесь шувал от тебя. Устраиваем шоу, весело, классно, улыбаемся, все мотивированные, консультанты, те, которые тут первый раз, тем более, им нравятся. Устраиваем шоу, и тогда просто, 50 макет делаются за час у каждого. Активно, но энтузиазмом все это делаем. И сами же показывают пример. Можно, что зимой можно, точно так же можно студентам на примере конкретировать. Следующее. Личные контакты. Тоже классная тема. Выбирайте себе определенный сегмент людей, либо же предприятий и конкретно по ним идете. Выбирайте, выбрала я, сегодня там 5 заводов и иду конкретно к бухгалтерам. Посмотрели, подготовились, какую вы дадите им презентацию, какие вы возражения сможете ответить именно сегменту бухгалтеров. И конкретно пошли по бухгалтерам. Добрый день, на проходную, я бухгалтеря, у меня там вопрос, пошли, здравствуйте, я представитель компании Reflame, изучаем покрытие косметического рынка, хотел бы, или я хотел бы узнать о том, как бы, про Reflame. Нравится вам, не нравится Reflame, не надо сразу в лоб задавать, найти каталог. Люди уже устали просто от этого, от того, что принципиация с каталогом. Подойдите красиво, интересно, индивидуально, подготовьте свою какую-то изюминку, с которой вы будете к людям классно подходить. И это все можно шлифовать на анкетирование. Потому что пока не стоит идти и делать личные контакты, пока вы не стали профессионалом маркетирования. Стали профессионалом маркетирования, вы можете выбирать тот сегмент интересных людей, классно с ними общаться, затрушиваться, дальше идите уже в личные контакты. Выбросил сегмент, пошли. Телемаркетинг. Не знаю, что это такое. Берем телефон, по телефону работаем. Везде там, в ваших городах есть там желтые страницы или там 0,9. Везде здесь есть домашний телефон. И просто выбрали свой домашний телефон. Продолжение следует... Продолжение следует...